День рождения Легче сказать, сколько на сцене праздновала Это, по-моему, будет второй раз в моей жизни Как прошлое прошлое? Прошлое прошлое замечательно Это было давно, это было лет 15-20 назад, наверное И было это все в городе Светогорске Под Выборгом Недлительно от Выборга Но хорошо проходит, потому что Это как на вагонию ночь примерно для других артистов Ну, в принципе, для артистов, для каждого артиста Весело Как-то репертуар специальный подбираете? Или вот все лучше? Нет, нет Известный, может быть, будет что-то Нет, на 6-го числа Да, мы говорим про этот концерт Там постарались Получается, не подряд А рядом проходят концерты По датам Немножко разнообразить И я 6-го числа спою песни, которые не пела уже лет, наверное, 20 Если не больше Вспомнить любимое? Да Артем, Вы будете вести мероприятие? Да? Совершенно верно Кто из гостей, кого позвали еще? Кто будет поздравлять Татьяну с ним? Вы знаете, поскольку это день рождения Татьяны Мы бы хотели, чтобы, ну, так сказать, хоть что-то осталось от нее в секрете Хоть какой-то сюрприз для нее приготовить Поэтому я бы не хотел сейчас прямого переда сказать Но будут друзья Татьяны, наши общие друзья Будут, как мы это привыкли называть, звездные гости Это действительно любимые артисты Которые споют совсем немного, чуть-чуть Поскольку поклонники, которые едут из разных городов на концерт специально Они, конечно, ждут песен Татьяны Вот Татьяна сказала, что будут сюрпризы для них в первую очередь Поскольку это праздник такой, знаете, народный Поскольку Татьяна у нас самая, что есть, народная певица И это праздник для них Спасибо Артем, кстати, народный артист Ингушетии А Татьяна заслуженная артистка России Так вот, да, менялись Кукушка хвалит Петру Нет, я просто обозначила Статус, чтобы многие понимали вообще Вот, поэтому будут наши замечательные друзья Будут петербургские артисты Будут гости из Москвы Из Москвы будет, да Поэтому приходите, друзья Татьяна, приходите, для вас тоже будут сюрпризы Да, да, ну мы очень надеемся Поскольку вот ребята фан-клубы Татьяны Тоже готовят сюрпризы, подарки Татьяна, конечно, сопротивляется Но вот что-то будет Поэтому если позволите Почему вы сопротивляетесь? Я сюрпризы, честно, не очень люблю Я как-то неизвестно чего ждать В общем, если позволите Мы не будем пока что раскрывать все карты Но то, что мы точно можем гарантировать Это хорошее настроение Поскольку Татьяна у нас светлый, позитивный человек Поэтому будем улыбаться, смеяться и петь Только любимые знакомые Услышат ли слушатели разные судьбы на этих концертах? Ну завтра точно нет Поскольку я улетаю на гастроли Завтра Артема не будет А 6-го числа обязательно будет И может быть даже если получится у нас То мы, если мы успеем подготовиться То споем нашу новую песню дуэтную Еще одна У вас был клип еще совместный Какие-то интересные истории во время съемок клипа Были вообще, как пришли к такому формату Почему решили такой клип сделать? Это вот Артем Валерьевич, расскажи, пожалуйста От бедности У нас не было денег на другие богатые бюджеты Поэтому мы сняли как могли Но получилось уютно Да, так мы и так и хотели А так всегда получается По поводу новой песни, если уж Татьяна рассказала Песня про Петербург Она называется «Мосты» Действительно, если получится Мы ее, может быть, даже придем сюда У вас покажем с огромным удовольствием Приходите Песня нам очень нравится Вот нас она очень греет И нам кажется, что и зрителям она зайдет И не только тем, кто живет, любит Петербург, Ленинград Но и те, кто из других городов Те, кто любит наш город Постараемся, опять же, сделать клип Так а может вам тогда уже в дуэт Объединиться полноценно и создать свою группу? А как мы назовем себя? Как вам? Я не знаю, я пока... Это пока наброски идей, да? Спасибо, да Спасибо за идею Мы подумаем Подумаем Катяна, как прошел период вот этого Пандемии, концертного затишья? Так скажем, не весело Слава Богу, прошел Я надеюсь, что все с вакцинацией с этой И все это сойдет на нет, закончится Но, конечно, для артисты пострадали очень от этого Так же, как и ресторанные, и туристические тоже Бизнесмены, как сказать На самом деле, наверное, нет ни одной отрасли Которая бы не задела это Ну, только, наверное, в аптеке и... Ну, дай Бог, им здорово Ну, это уже не про творчество Ну, какие-то новые идеи за это время появились в любом случае Да нет, ну, вообще, если честно, то... Как бы мы не сидели так... Ну, понятно, что работы не было Что-то придумывали Какие-то там песни новые записывали Мы придумали онлайн-концерт Ну, Татьяне Ивановне так не понравился этот формат, что мы решили отказаться А почему? Ну, как-то отдачи не было какой-то такой вот... В никуда, получается Да, тяжело Вот тут камера как бы... Но я понимаю, что все-таки там как бы... Ну, один формат А когда концерт, немножко по-другому Все-таки хочется, чтобы какие-то аплодисменты слушать, не знаю А каким был первый оффлайн-концерт? А концерт в дом проходил? Нет, он на площадке А на площадке У нас была очень хорошая студия Правда, мы все... Мы серьезно очень отнеслись к этому Не как многие наши коллеги, я видел Там ставили какую-то камеру Кто-то из дома проводил? Да, из дома Нет, у нас была профессиональная студия Нам очень помогли ребята Спасибо огромное Это все было красиво Все было качественно Были музыканты, были танцоры То есть был такой, знаете, полноценный концерт Где-то даже больше часа, наверное, длился И песни были тоже Больше часа, да, конечно Да Но вот Татьяне почему-то не зашло По поводу зрителей не знаю Кстати, что-то я обратную связь не получил Понравилось зрителям? А вот надо узнать Наверняка зрителям нравилось Потому что они тоже сидели дома Ждали каких-то концертов Я слышала, что понравилось, знаете, людям, которые... Ну, я, в принципе, не сакширся Я гастролирую в последнее время И вот кто не может прийти на концерт Где-то там, не знаю, в Владивостоке смотрели, я знаю Где-то там, в Сибири И вот для этих зрителей, конечно, было приятно Потому что они смогли онлайн увидеть И поучаствовать в концерте Вот, а как бы для артиста... Ну, для меня я не поняла ничего А каким был первый оффлайн концерт после пандемии? Он же последний Нет, оффлайн А, оффлайн? Да, да Уже когда все Последний, дай бог Я не расслышала, да Не помню По-моему, какое-то корпоративное выступление Где-то у кого-то мы работали Получили удовольствие? Да, конечно А, кстати, не так давно было Ну, как бы он не первый Но все равно такой один из, наверное, первых таких В ресторане в одном у нас в Питере Очень просто замечательно Мне показалось, что даже публика больше соскучилась, чем артисты Потому что было настолько весело, здорово И действительно, это была отдача И чего не хватает, в принципе, артистам И ради чего, в принципе, на стону выходим Мы, как бы, чтобы вот это увидеть, почувствовать Обменной энергетикой И классно То есть, получается, есть какая-то польза от пандемии? Что все-таки начали ценить артистов Ну, да нет, я бы не сказала, что это польза Начали ценить то, что потеряли? Польза, наверное, только то, что действительно можно было выспаться, отдохнуть Как-то и вот очень отдохнуть Устали от отдыха Да Хочется работать Предпочтения слушателей, они как-то меняются со временем? Вот песни, которые подпевают на концертах? Или они неизменны? Все-таки, больше, чем это неизменны Я понимаю, что, я, кстати, понимаю моих коллег, которые Некоторые песни, самые хитовые, они вообще не исполняют принципиально Надоедает? Надоедает, да Но я хочу сказать, что я с уважением отношусь к публике И понимаю, что приходят на концерт послушать то, что хотят слышать И там, надоело, мне надоело, это вообще не важно Я вот, как бы, работаю для тех, кто вот там в зале Но песни, которые надоели, есть? Конечно, их огромное количество А давайте так, Артем, у вас какая любимая песня Татьяна была? Несколько любимых песен, ну, во-первых, разные судьбы И во-вторых, разные судьбы И снова разные судьбы Не, на самом деле, песен очень много Я уже говорил, по-моему, здесь же в эфире Я говорил, как жаль, мне очень нравится песня И с нее, кстати, будет начинаться концерт 6 марта Ну, а ты не рассказывай Ну, а я открываю какие-то заветы, тайны Поклонники волнуются, они пишут, они спрашивают Поклонники, не волнуйте, все будет хорошо То есть это не из надоевших, как жаль Нет, как жаль, не надоевшие Надоевшие более хитовые, так сказать Я, кстати, извините, пожалуйста, перебиваю Я вот не очень понимаю коллег Татьяны, которые не исполняют самые любимые хитовые песни на концертах На них же ходят Довольно часто веду какие-то корпоративные выступления, частные праздники И люди не исполняют те песни, из-за которых их, собственно, не пригласили Зрители, это, на самом деле, не совсем правильно Это как-то даже, на мой взгляд, странновато немножечко Но вы всех успокоили, любимые песни на ближайших концертах прозвучают, несомненно Конечно Татьяна Буланова, заслуженная артистка России И Артем Анчуков, артист театра и кино, были у нас в гостях в полезном утре Уже 6 марта в Тинькофф-арене Пожалуйста, приходите на деле ждения Татьяны Булановой А прямо сейчас реклама на нашем канале Затем продолжим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!